Коротенькое интервью и продолжим разговор у нас в студии. А так у меня слабость была, я работала, ходила в пульсе. Наши врачи диагнозы не привели. Шесть лет болела, а потом уже, когда о пересадке стали говорить, ну сколько я ждала? Может быть, полгода, не знаю. Хотели делать зимой, а сделали летом. Я уже не знаю, в чём причина. За это время, за полгода, конечно, я ещё больше уже вставать не стала. Кости разрушились. Ходить не смогла уже ничего. Первое время как бы как на крыльях летаешь. Радость какая-то появляется, стремление уже, другие взгляды на жизнь. Задумываюсь уже. Зрители оставляют комментарии у нас на сайте. Можно уже выращивать органы. Об этом же много говорили. Действительно, искусственно созданные органы могут стать альтернативой, какой-то перспективой трансплантологии? Во-первых, действительно ведутся такие работы по выращиванию из клеток. Во-вторых, существуют целые разработки по созданию механических органов. Это, в частности, механическое сердце, которое является мостом, опять же, перед трансплантацией, тогда, когда уже исчерпаны все возможности. Безусловно, наука не стоит на месте, и это не только дело в трансплантации. Насколько целесообразно и не целесообразно бывают операции по пересадке? Хочется попросить вас прокомментировать историю со Стивом Джобсом. Как известно, он страдал раком, ему пересадили поджелудочную железу, но, тем не менее, через год или через полтора года он все-таки после продолжительных метастаз скончался от рака. Насколько вообще целесообразно было такое расходование органов? Онкологические заболевания являются противопоказанием для этой технологии, потому что, на самом деле, на фоне иммуносупрессии при приема препаратов, как правило, это заболевание вскоре возвращается. Ну, то есть это не рациональное использование? Думаю, что да. Михаил Шумахер может стать донором? Теоретически может. Как распорядятся его жизни родственники? Сейчас его органы в руках родственников. Да, конечно. Там существует и спрошенное согласие, поэтому это решать им и докторам. Потому что все-таки донором человек становится. И это одно из первых звеньев цепочки тогда, только когда констатирует смерть. Смерть мозга. Смерть человека на основании смерти мозга. Не остановка сердца? Не остановка сердца, а именно смерть мозга. С 68-го года существует эта концепция в мире. И вот именно принятие этой концепции, смерть мозга равноценно смерти человека, и началось такое бурное развитие трансплантологии. Но у нас это принято было законом только как раз в 92-м году. После наступления клинической смерти сколько живут органы? Какое время их можно использовать? Какое время они пригодны? Почки до 24 часов. То есть после отключения от кровотока, их консервации, и до пересадки, включения кровоток уже в рецепиента. Почки до 24 часов. Печень 9-10 часов. И 4-5 часов сердца. Про требования к донору вы уже говорили, что целый ряд показателей, которые должны совпасть, как в пазле удачном. Средний портрет донора. Возраст. Понятно, что никаких вирусных инфекций и заболеваний. Отсутствие инфекции, отсутствие тяжелой сопутствующей патологии, определенные возрастные ограничения. Какие? До 55-60 лет. Важно, чтобы возраст рецепиента и донора совпадали? Можно? Нет. Не важно. На ваш вопрос, наверное, лучше ответить так, что этот портрет постоянно меняется. Угу. И возраст. Критерии донорства, они постоянно расширяются. И сопутствующие заболевания, и инфекции. Потому что донорских органов постоянно не хватает. И в мире все время ищут пути, как бы восполнить этот дефицит. Поэтому этот портрет донора действительно все время изменяется. Сейчас не существует... То есть раньше это были абсолютные противопоказания. Сейчас они стали относительными. Но все-таки для того, чтобы органы пересаживать не просто так, а для того, чтобы они приносили действительно тот эффект, который от него ожидает, конечно, надо учитывать и сопутствующие заболевания, и возраст донора, и даже соответствие массы тела донора и реципиента. Для того, чтобы как-то это все совпадало. Должно совпадать. Да. Пол важен от мужчины к женщине, от женщины к мужчине? Нет. Не важно. Группа крови. Угу. Подбор. Тканевая совместимость, что наиболее сложная. Да. Иммунологический подбор. Обычно приводят пример такой, что для того, чтобы найти идеального донора, реципиенту, реципиентов должно быть не менее 600 человек. То есть вот тогда из 600 человек можно подобрать идеального донора. Ну, такое бывает очень редко. Алла Троянова спрашивает, а можно омолаживаться за счет донорских органов? Не посоветовала бы. Почему? Потому что это достаточно сложная технология операции, потом это все равно прием иммуносупрессивных препаратов, которые мы уже говорили о том, что... Да и самое главное, что все-таки одно показание для трансплантации органов, одно показание – это спасение жизни, здоровье человека, а не омоложение и не какой-то косметический эффект. Про выращивание органов уже говорили. Были такие опыты, примеры у нас, когда искусственно выращенные органы использовали для пересадки? Пока нет. Это же в эксперименте только, хотя и наш российский ученый это сделал в Японии, ну, не единственный. Но пока это все в эксперименте, и на самом деле пока... И даже он так очень оптимистично говорит, что это в лучшем случае будет через 10-15 лет. А что получится, еще неизвестно. За какими пересадками будущее? Какие органы будут доступны к пересадкам? Ну, вот через 10-15 лет ждем искусственно созданные и выращенные органы? Будем ждать безусловно этого, но все органы, кроме того, что сказал Игорь Юрьевич, эти органы репродуктивные, они не подлежат трансплантации. Ну, и самое главное, наверное, тоже зависит от того, в каких органах наибольшая востребованность. То есть вот не зря центров трансплантации почек больше, потому что, к сожалению, нуждается больше всего в трансплантации почки. Еще меньше, но много, печени и так далее. Меньше всего пересаживает поджелудочную железу, легкие. То есть все тоже зависит от потребностей. Поэтому, видимо, и развиваться технологии будут в зависимости от потребностей. От потребностей от заболеваемости. Спасибо большое, что были у нас в студии. Подведем итоги нашего вопроса. Мы спрашивали зрителей, согласны ли вы стать донором органов после своей смерти. Результаты голосов выглядят следующим образом. 42% будут рады, если их органы помогут спасти чью-то жизнь. 47% опасаются, что врачи будут заинтересованы, не заинтересованы в спасении их жизни в таком случае. И 11% сказали, мне все равно, что будут делать с моим телом после смерти. Так сложились мнения сегодня. Прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok